Итак, друзья, мы переходим с вами к практической части нашего курса, которая будет состоять из двух частей. Соответственно, в каждой из частей мы будем верстать свой макет. Два макета у нас всего будет для закрепления навыков работы с фреймворком Bootstrap. И давайте взглянем на первый макет. Перед тем, как мы взглянем, я покажу вам папку, которую я уже создал и с которой мы будем работать. Значит, папка проект, назвал ее StyleTour по названию сайта, по названию макета, который мы верстаем. Значит, что здесь есть? Ну, стандартный набор Bootstrap, CSS, Fonts, JS. Соответственно, в CSS у нас находятся файлы фреймворка, сжатая версия и обычная версия. И файл стилей наш. Давайте сразу его покажу. Я его уже подключил. Вот он. Вот файл фреймворка. Вот наш файл стилей. Наш файл стилей пустой. Ни одного правила здесь нет. Есть только заготовки для медиазапросов, которые мы будем использовать. Четыре стандартных медиазапроса для больших устройств, для средних, для планшетов и для телефонов. Если какие-то медиазапросы в ходе работы нам потребуются еще для каких-то специфичных, специфичной ширины, да, то мы, соответственно, напишем дополнительно что-то еще. Покажем, что файл у нас пуст. Дальше подключаем стандартно скрипты для работы с html5 и медиазапросами для браузера E8. Дальше подключаем библиотеку jQuery и подключаем файл скриптов фреймворка. Вот, собственно, все, что у нас есть. Хорошо. Дальше. Значит, как я сказал, у нас стандартный набор фреймворка. Далее у нас есть три дополнительных файла, которые вы найдете в исходниках к уроку. Это архив OpenSense с шрифтами, картинка нашего макета, который мы будем верстать. Ну и, собственно, PSD-файл, исходник нашего макета в формате Photoshop. Давайте его сразу откроем и посмотрим на то, что у нас есть. Значит, когда вы будете первый раз его открывать, то вполне возможно столкнетесь с тем, что у вас Photoshop будет говорить, что нет каких-то шрифтов и будет предлагать что-то заменить. Данный макет я уже проанализировал. Здесь используются три шрифта, которые вы найдете вот здесь в архиве OpenSense. И, соответственно, можете их установить. Это OpenSense Bold, OpenSense Lite и OpenSense Regular. В качестве основного шрифта в макете используется OpenSense Regular. То есть это нормальное, обычное начертание шрифта. Болт для заголовков, полужирное начертание. Ну и Lite такой приглушенный, да, чуть менее четкий, чем Regular. Установить их просто. Открываете нужный шрифт и нажимаете на Windows просто кнопку установить. Если у вас этой кнопки нет, то есть, допустим, используете Windows XP, насколько я помню, там такой кнопки не будет, то открываете папку со шрифтами. Находится она по адресу c.windows.fonts, по-моему. Или System32.fonts, я уж точно не помню. И просто-напросто нужные шрифты перетаскиваете в эту папку. В общем, если какие-то проблемы с установкой шрифтов, то просто набираете в Google вашу операционную систему и запрос «Как установить шрифт?» и там будут советы, как это сделать. Хорошо. Значит, шрифт мы установили. И если все сделано правильно, то при открытии макета у нас ничего выставить уже не должно. Но макет должен нормально открыться. Значит, макет я подбирал, мы подбирали, точнее, такой, чтобы был не слишком сложный, но и не слишком простой. То есть, в меру такой средней сложности, скажем так. Значит, у нас есть макет. Это интернет-магазин по продаже одежды. Есть какая-то своя специфика, то есть, не совсем типичный для Bootstrap. Bootstrap, хотя бы по той же ширине. Вот мы здесь видим, что макет у нас шире, чем контейнер Bootstrap. Как вы помните, контейнер Bootstrap на максимальной ширине для больших устройств составляет 1170 пикселей. Хотя, конечно же, мы можем переопределить эту ширину. Но, тем не менее, это 1170 пикселей по умолчанию. Здесь мы видим, что макет начинается от 185 и заканчивается на 1415. То есть, это уже больше 1200 пикселей ширина макета. Но, тем не менее, у нас будет 1170, и, в принципе, все должно быть нормально. Значит, здесь мы видим две менюшки, которые можно сверстать. Вкратце, проанализируем макет. Что мы здесь... С чем мы будем работать, да? Две менюшки, которые можно сверстать обычными компонентами Navbar, которые предлагает нам Bootstrap. При этом, вторая менюшка, как мы видим, у нее такой специфичный логотип, который выходит за рамки самого Navbar. На десктопах это нормально. Сделать такую штуку не представляет сложности. Но, когда мы переходим на планшеты, уже на мобильное устройство, то здесь есть определенные нюансы. И будет интересно решить эту задачу. Такие нюансы. Как вы помните, на планшетах наше менюшка сворачивается. И, кликнув по ней, у нас она разворачивается. И, соответственно, она будет залазить по умолчанию под этот логотип. И здесь нужно будет что-то придумать. И мы, соответственно, с вами будем что-то придумывать. Значит, при верстке макета мы будем по максимуму использовать возможности Bootstrap. Что это значит? Это значит, что мы будем... Ну, вот, для примера я возьму пример. Есть такая вот иконка корзины на кнопке, да, которую можно было бы просто-напросто вырезать, как картиночку, вот эту вот иконочку корзины. И, соответственно, перед текстом просто поставить картинку с корзиной. Вот. Но, как я сказал, мы будем по максимуму использовать возможности Bootstrap. и поэтому воспользуемся, вместо того, чтобы вырезать картинку, воспользуемся иконочными шрифтами, которые предлагает нам Bootstrap. И среди прочих иконок там есть как раз иконка корзины. Она немножко отличается от текущей, но, по сути, суть та же. Это просто корзина, которая говорит пользователю о том, что вот область корзины. Вот. Вообще, если у вас не стоит какая-то задача конкретная сверстать макет попиксельно, то есть, чтобы было соответствие вашей верстки попиксельно с макетом, или максимально точно было сверстано, потому что попиксельно тоже не всегда получается все-таки сверстать. Вот. Если не стоит задача конкретная соблюсти максимальную точность, то вы вполне можете где-то допускать какую-то вольность, например, вот как с этой же иконкой. Вместо текущей иконки использовать иконочный шрифт. И, в принципе, это нормально. Но, опять-таки, здесь не стоит слишком переусердствовать, нужно сохранить суть, чтобы ваша верстка все-таки передавала суть макета. Дальше. Что у нас здесь есть еще? Есть у нас слайдер. Вот такой вот, который, как видите, занимает всю ширину страницы. То есть, если у нас весь контент, все менюшки, они должны попадать в контейнер, помещаться в контейнере, то слайдер, мы видим, он должен занимать всю доступную ширину. Растягиваться, тянуться. И здесь мы для него используем компонент карусель. Можем использовать любой другой слайдер. Но, как я сказал, мы договорились с вами использовать возможность бутстрапа по максимуму. Поэтому используем компонент карусель бутстрапа. Дальше. Контент из себя представляет разбит на две колонки. В первой колонке в сайт-баре у нас находятся менюшки всевозможные. Опять-таки находится слайдер. Вот здесь мы видим. Ну и какая-то информация, какой-то товар или баннер какой-то, информация в магазине. Ну и сам контент непосредственно это товары, карточки товаров, которые идут в несколько рядов. Ну и какая-то реклама еще. Вот. Дальше под контентом у нас находится форма подписки. Дальше идет у нас слайдер. Ну и, собственно, футер еще идет. Вот такой вот макет у нас есть. И нам его нужно сверстать. Значит, в качестве основного шрифта здесь, как я сказал, используется Open Sans. Здесь, к примеру, это будет Open Sans Regular для заголовка. Для менюшки тоже Open Sans Regular. Для заголовков вот таких вот Open Sans Bold. Ну и для плейсхолдера формы подписки у нас и пользуется Open Sans Light, если не ошибаюсь. Но плейсхолдер мы все-таки верстать, стилизировать не будем. То есть не будем указывать для него отдельно шрифт, поскольку по умолчанию плейсхолдер и так немножко приглушен. Цвет у него насыщенность меньше, чем у основного шрифта. Поэтому и так у нас будет отображаться как, по сути, как Light. Вот. Поскольку здесь используются специфичные шрифты, то нам нужно их подключить. Можем использовать шрифты из архива с помощью специальных сервисов, сконвертировать необходимые для нас шрифты, а можем просто-напросто подключить их из гугла. Для этого мы переходим на сайт гугла и на сервис конкретно гугл фонс. Гугл фонс. Значит, здесь выбираем Open Sans. Open Sans. Санс. Вот. Добавляем в коллекцию. Ну и, собственно, можем использовать. Значит, нас интересуют Regular и Bolt. Regular это Normal, обычное начертание шрифта, ну и Bolt. Вот оно, да. Так. Дальше выбираем буквы, какие мы будем использовать. Значит, по умолчанию это латиница. Ну и, если кириллицу вы хотите использовать, то, соответственно, выбирайте еще кириллицу, либо кириллицу расширенную. В принципе, кириллицы достаточно. И как использовать данный шрифт, как его подключать, точнее. Подключать можно тремя различными способами. Через, непосредственно на странице HTML. Дальше через файл стилей импорт и еще такой специфичный способ через JavaScript. Ну, чаще всего используется либо импорт, либо подключение через HTML. Давайте я воспользуюсь этим способом. У меня он больше по душе. скопирую и подключу его перед файлом стилей. Вот так вот. Значит, здесь мы видим как раз OpenSans и начертание. 700 это жирное, 400 это нормальное. Ну, соответственно, если вы хотите, допустим, Light подключить, то можно добавить здесь, допустим, 300. Вот он будет еще дополнительно Light использовать. Ну, это совсем необязательно. Даже 700 не обязательно подключать. можем использовать только 400 и, соответственно, в font-weight, в качестве font-weight, то есть, жирности указать, допустим, 700. И, по идее, все тоже будет работать. Вот. Но остановимся на этом варианте. Ну, и как использовать? Все очень просто. Мы в файле CSS напишем вот такую вот строчку. Значит, мы указываем основным шрифтом OpenSans и в качестве Fallback шрифта, то есть, шрифта, который будет использоваться, если что-то не так пойдет с первым шрифтом, если он не подключится по каким-то причинам, то мы указываем Sans Serif. Вот. Ну, и для конкретного элемента мы можем указать просто элемент и font-family название шрифта и font-weight 400, обычная, 700, это полужирная. Так, хорошо. Давайте возьмем сразу эту строчку и потом просто, когда доберемся до файла стилей, ее напишем. Ее будем использовать, пока я закомментирую ее. Так, все, шрифт мы подключили, значит, картинки. Картинки я уже, чтобы не занимать время, все нарезал, которые нам потребуются для верстки макета. Все вы их найдете в папке EMG. Вот, ну и, собственно, здесь все необходимые нам картинки. Потому что лишнее здесь. Я смотрю, вот лодин, откуда это взялось, наверное, где-то я где-то его взял. Вот, ну, в общем-то, все необходимые картинки, вот товары, логотип, флажок, вот там, для, очевидно, для переключения языка, картинки для различных платежных систем, для слайдера, вот мы видим картинка, вот все здесь вы найдете. Вот, корзин, я на всякий случай вырезал картинку, но мы, как я сказал, будем использовать иконочный шрифт, который предлагает нам Bootstrap. Так, ну что ж, я думаю, с макетом все понятно, и мы с вами, пожалуй, на этом текущий урок завершим, а в следующем уроке мы с вами приступим уже непосредственно к верстке, и будем верстать, будем заниматься вот этим верхним менюшкой, вот этой вот верхней менюшкой. Итак, жду вас в следующем уроке.